Welcome, welcome, welcome. Ну что, последняя игра? Надеюсь, что-нибудь веселое будет. Тут комментаторы тоже без особого энтузиазма к этой игре обратили и сказали, что сегодня Lions Game, кроме полного разгрома против вьетнамцев, сыграли 52-минутную игру. Исурусы были разгромлены вьетнамцами и сыграли 49-минутную игру. И не хотелось бы им увидеть такую же долгую игру и сейчас. Это логично. Минус Нидали. Кью-Кю Мору не дают Нидали поиграть. Очень сильно боятся лайн-гейминги. От него и ее, хотя Лисин Бруди от него тоже должен быть неплохим. Аша. Да, Аша. Кайндлесс будет на Аше. Ну, это, наверное, связано с тем, что White Lotus классную Ашу нам тут показывал, хотя не такую уж суперскую, но лучше, чем ничего, скажем прямо. Потому что других команд зачастую было вообще ничего. Не разбегайтесь далеко, ребят, потому что после этой встречи, ну да, эта встреча вообще неинтересная, Virtus.pro уже свое отыграли, поехали домой, победили, спасибо им. На толстовке была Латвия, ну, значит, Blasting действительно из Латвии. Я знал, что у Virtus.pro кто-то из Латвии, но я думал, что меня обманули, типа, Докси, они думали, что из Латвии, а он из Дании. Тогда понятно, почему они, типа, английский говорят. Там неизвестно, может, Blasting по-русски не говорит. Ну, не факт, у нас тут есть люди, которые, ну, у нас где-то, я уже рассказывал, по-моему, такое, что свободно на русском, в Риге, по крайней мере, в Риге свободно, 80% людей говорят на русском, свободно. Официально считается, у нас 30% населения русские в Латвии здесь, в Риге и того больше, а если взять такие города, там, как Rezek, на Daugavpils, которые ближе к России находятся города, там так вообще под 90% населения русскоговорящие. Не русские, русскоговорящие, да, я неправильно тут подмечаю, тут сейчас нацики набегут из Латвии, начнут меня тут выстраивать, говорить, что ты обманываешь всех на стриме. Русскоговорящие. Вот, как будет правильно сказать. Слава богу, у нас тут в Риге всякие эти темы начали заканчиваться, в связи с тем, что в мэрию города Риге попал мэр, который тоже русскоговорящий. Ну, одно имя и фамилия говорит об этом, имя, кстати, за это не особо говорит, его зовут Нил, а фамилия у него Ушаков, это мэр города Риге. Вот он сейчас на третий срок будет баллотироваться, у нас, кстати, тут выборы будут самоуправления очень совсем скоро, через месяц. Так что сейчас очень интересно, Стаса Давыдова видел? Нет, не видел, но знаю, что он здесь. Точно так же знаю, что помимо Стаса здесь же и из Die5Top тоже не видел. Я же не этот, не блогер, вообще из дома редко выхожу. А так, да, если бластинг из деревни, что маловероятно, то, скорее всего, он как раз русский плохо знает. У нас получается ближе к Литве, вот эта вот часть страны с маленькими городами, вот там вот русские почти люди не знают. Это Вен, Спил, Слепая, Большие Города, там тоже русскоговорящих очень много. Ну, мы не о политике сейчас говорим, просто, ну вот если в команде, видимо, все же из-за датского топ-лейнера, все шаутколы проводятся на английском языке у команды, ну, значит, надо больше тренироваться. У нас твич тут образовался у лайн-геймингов, White Lotus будет демонстрировать нам твича под кармой, и еще неизвестно, кем будет Сэй играть на миде. Ну, скорее всего, это будет через Кассиопею комба, хотя Исрус Гейминги уже взяли физа, и это физ на топ против Наутилус, или это физ на мид? Да, это физ на топ, а на миде будет Лебланг. Кассиопею теоретически все равно можно взять, но я бы сейчас Райза взял. Вот в такой ситуации я бы сейчас, наверное, взял Райза с Клинцем, что-то вот в этом роде. Это вообще шикарное было бы довершение твоего сетапа. Посмотрим, рискнут ли лайн-гейминги, ну, или, может, сыграют... А, это карма на миде! Это сетап вокруг твича, выстроенный. Это четыре щитка, ребят, и твич. Четыре щитка, твич. Ферамир растолстел и одел очки, может быть. Пластин говорит по-русски свободно. Ну, значит, команда ради докси только общается на английском. Слушай, шаутколлы нам, когда показывали их несколько раз, они были на английском языке. Даже когда ваши любимые LCS-комментаторы запускали... Ну, они тут ни при чем, они тут вообще никакого отношения не имеют. На их канале, короче, Rulol, который есть, там выкладывали переговоры команд с финала, я их послушал там, и удивился, что команда Virtus.pro, которая едет, они говорят там на английском все. Я так что-то подумал, что за фигня. Ну, я особо не вдавался в подробности. Просто удивился, что такое есть. Так вот, не разбегайтесь, почему я не успел договорить. Будет жеребевка потом, TSM против... Не против, а TSM с флэш-вульфами будут ждать своих соперников. Я не знаю, как эта жеребевка будет происходить, учитывая, что всего две команды. Может, просто камень, ножницы, бумага, может, подкинут монетку, а может, капитанов команд пригласят, и они шарики будут доставать. Ну, просто это церемонию целую устраивать ради того, чтобы жеребнуть. Уж извините за такое слово. Чем-то напоминает мне сразу фильм со Сталлона. Тот самый фильм, за который Сталлона было сначала стыдно, потом он сказал, что ему не стыдно, а потом он решил полностью всем уже людям рассказать, что за косяк был. Ну, это порнушка, там просто порнушка была. Итальянский жеребец, который называется. Так вот, жеребнуть. Нужно всего две команды. Чего вызывать всех, тут целую сцену создавать ради этого. Подкинули монетку и сказали, все, TSM играет с супермассивами. Все, конец. Тогда да, тогда я тоже помню эту большую жеребьевку. Ну, тогда на целый чемпионат мира была жеребьевка. 16 команд надо было расставить между группами. Там имело это смысл. Когда они стояли, капитаны туда-обратно ходили. Помните эти темы. А здесь-то чего? Ну, поглядим, как это будет выглядеть. Может, приедет Риджинальд в Бразилию. Ну, и тренер команды Флэш Вульф. Насколько я понимаю, следующая часть турнира будет проходить уже не в Бразилии. То есть, им за сегодня надо будет переехать. Ну, там ехать, на самом деле, не так и далеко. На самолете из Сан-Паула до того места, куда они поедут. Я так понимаю, они во Флориду едут. Сколько там? Два, два с половиной часа. Ну, может, три. На самолете это не так долго. Можно пойти на улицу и спросить случайного прохожего, кому с кем играть. Да, можно и так. Кюкюмор у нас тут довольно быстро Синий Лес фармит. Выбирает, кстати, не Волков дальше фармить, а Голема этого. Интересно, я его всего Големом называю. Громпа, Громпа, конечно же. Интересно, у нас Рапторов начало сейчас с трудом забирать красный баф, потому что ему толком пула не было от Шена. Ну, сами понимаете, какой же он может пула организовать. И Кюкюмор, видите, намного быстрее проходит лесную свою стезю. Ему, кстати, Физ неплохо пула организовал и бежит уже на мид, где Карма организовала давление на ЕМП, но не успевает прибежать вовремя. Помните, вот этот ключевой момент был с Казиксом третьего левела, где классный пул сделали. Это было в финале, когда контракцию Клауд Найн и такую вот тему... А, не, бру, это Муну, Муну, Муну. Флай Квест и Муну организовали. Это было в полуфинале, а не в финале. Не, это матч за третье и четвертое место был. Все, я теперь точно вспомнил, что это было. Тогда Казикс успел выскочить в 2.20. Здесь он, Кью Кью Мор, не успел сделать вовремя. Все, он прибежал в 2.34. И линию Сея уже, по сути, заданаяла обвышку. И ему больше не было смысла стоять и не похарасить было. Лебланк все равно. Ну и, по сути, Кью Кью Мор лучше бы просто фармился в лесу. Сейчас бы он уже закончил фарминг фест свой. Потому что обычно фарминг всех вейвов занимает 3.30-3.40. Примерно в это время вы заканчиваете весь свой лес фармить. А так как у него было преимущество почти 20 секунд над Лисином, ну, сами понимаете, насколько он бы успел. Только у меня бомбило от игры Паранойя. Нет, я сегодня, вот, последнюю игру я выложу даже на Гудгейм. Надеюсь, что Гудгеймовцы поставят мне вот 10 лайков. И мы попадем на главку. Я хочу, чтобы следующая игра, я без особого горения, вроде бы все конкретное рассказал, что нужно. И надеюсь, что эта игра, ну, будет перекидываться. И тренера, не только Виртузпровские, а и другие послушают какого-то диванного аналитика, но который хоть чуть-чуть, но разбирается и хочет, чтобы развивался лолец в России. Потому что там, вроде бы, я конструктивно все рассказал и дал оценочное. И может там показаться, на самом деле, что я Бластника хвалю, потому что он латыш, но на самом деле я даже не знал, что он латыш. Если честно. Так что я его хвалил реально за игру без какого-либо национальной любви. Так что... Тут Нюби делает классную Ешку через двух игроков, цепляет White Lotus, он от Лотос отбегает, дает хил по Гентиксу, Гентикс не успевает убежать. Нюби флэшится, потому что у него откатилась Ешка, и пытается убить еще Лотоса, но зря здесь, конечно, уже флэшился трэш. Кук откатился у него гораздо позже, чем Ешка, и из-за этого не получилось делать плюсовость. А у нас еще кто-то умер, подождите, нам не показали? У нас Лебланк умерла на меде, давайте посмотрим, как это произошло. Лебланк пострадал очень сильно от Сеи, и... О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Да, можно вот этого Джанглера Virtus.pro, пожалуйста. Парень прыгнул, вроде бы в безопасности стоит ЕМП, ЕМП еще больше смещается в сторону мопцов, чтобы мопцы его прикрывали от Кушки, Иоди просто кидает смайт по мопцу Кушка попадает в ЕМП И убивает его с прыжка И еще после этого остается в живых Так что круто Это круто 1-1 у нас счет Но Лайонс гейминги Заработали себе больше золота За счет чего? Я что-то не совсем понял Но видимо это на миде не очень удачно Ласхитил ЕМП неправильных мопцов Он скажем так ласхитил Чашку собирает у нас карма Я в этом матче Наверное все же буду болеть за Лайонс гейминг Исуросы кроме Странной победы над Виртус Про Больше ничего не сделали А они сделали эту победу только потому что Виртус Про даже не пытались играть Вышли сегодня Чтобы не играть Ждали пока оппоненты совершат ошибки Ну вот Оптимус насовершал ошибок ФБ говорят Лисин все же А он раньше сделал килл чем снизу Ну тогда ну вот еще и ФБ Лисина Так что за них буду болеть Плюс мне нравится что они сделали Оригинал сетап То есть без медлейнера Без топлейнера По сути просто 4 саппорта себе взяли и вперед Ну джанглер есть Это единственное хорошо А так ну топлейнера то нет у них Это не топлейнер Это Шен который будет прилетать И игрок который как раз Ну то есть не игрок а чемпион Который как раз можно сказать Пародирует всю игру Виртус Про Просто сидим и ждем Я килл ни на ком делать не буду Буду просто стоять Фармиться 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 Потом нажму ульту и прилечусь Чтобы кого-то спасти Кстати а что Виртус Про тогда не играют Через Шен если они все равно Таким духом Отыгрывают все свои матчи Неужели так удобно играть с ногами на стуле Ну я например сейчас почти так же сижу Ну на самом деле играть мне так неудобно Я пробовал Чтобы играть я всегда сажусь ровно А когда на расслабоне что-нибудь каменчу Или просто смотрю фильм И я вот так вот в полулежащем состоянии На стуле валяюсь Тут Джерала пытались убить Ну кстати его скорее всего убьют Но правда за это очень сильно пострадает команда И Сильдура Минус Кью Кью Мор И после этого скорее всего можно было бы еще и Прайда убить Но решает отступить лайн гейминги Потому что уже начала смещаться туда Лебланка И флешнулся Оди назад 2-2 у нас стал счет Но Бутлейни фарм Твич получает Это хорошо для них К нему большой вейф тут подпушивается Но он с ним справится Он что-то запутался кого бить На самом деле реально запутался И саппорт ему не помогал Ладно все-все разобрался Разобрался Даже вышел вперед по фарму Как ни странно Побоялись так играть Ну наверное да побоялись А у Шена проблемы сохраняются на топе Физ я думаю не сможет его убивать в лейте Сейчас это единственная проблема для Шена Дальше у Шена появятся Магрески Две штуки Это будут мерки Это будут Спирит визаж Добавится Санфайр И не знаю будет ли он делать Титани Гидру или нет Она здесь не особо ему нужна Потому что его главная задача Просто быть танком Докси просто не любит играть на танках А ну Как бы это сказать Это немножко профессиональный подход конечно Я не очень люблю играть на танках А я не очень люблю играть метовых саппортов Пусть Бластинг мучается за всю команду И наносит единственный урон Пусть Паранойя Единственный кто пытается играть на метовых чемпионах Судя по тому что я видел Криокс тоже не очень любит играть в лесу Но он почему-то играет ребят Ради команды Старается Ладно ладно Хватит уже Хватит Хватит Ну серьезно Ну что это за подход По поводу Я сейчас Про шутки забыли Просто Что это за подход И я не очень люблю играть на танках Кто тебя спрашивает Ты топлейнер У тебя должна быть возможность Играть на танках На керри Если ты выстраиваешь игру как супер керри Так выстраивайте игру как супер керри Что-то я не заметил как супер керри Я видел его там Посредственные игры на рамбле И посредственные игры на наутилосе Вот и все Офигенно Я не люблю играть на танках Так не должно быть То есть Начал уже играть Как профессионал Так играй как профессионал Солокушка закончилась То есть если бы Ну гипотетически Я не говорю Что я тут кого-то прошу Ладно подождите Одика здесь ловит Он выходил на Тауэрдайв И организовывает его Шеном Но Шен не успеет Здесь прописать Таунд И придется отступать Потому что вся команда Исельдуров Уже здесь Но Исельдуры Кельцов себе не набрали Тем временем И Лиза осталась на миде Единственный игрок Который не успел Из Исоросов сместиться На нее сейчас выбегает Летин Но перепустит Наут-то был неплох Но если бы ты внимательно смотрел Ты бы увидел Как он много хуков Промахивался в тимфайте Чувствовала, что Ну просто посредственный наутилос Ну есть и есть Там сам по себе чемпион Наутилос был очень хорош А не игрок на нем Там он очень много хуков Промахнулся Кайндлеса здесь ловят Он пытается Прыгать на флэше Остается в живых И Кендрикс Не успевает Почему его Кендриксом назвал Кентикс Не успевает дать ульту С хуком одновременно Получается, что он дает ульту Слишком поздно А хук уже дает в трэша Ну а трэш Вытанковал за счет Своей ульты И просто своего хп Достаточно танковый Сам по себе чемпион Два дона у нас все еще счет И мне не нравится То, что не особо торопится Обе команды Завершать это дня Но так-то он хотя бы попадал Не, ну да, да Я говорю Посредственно Нормально Отыграл Этого достаточно Как видишь Оказалось Как оказалось Этого вполне достаточно Еще бы и остальные Так же сыграли Можно было уже И выигрывать группу Чтобы там ТСМ победить Надо было бы уже Конечно Поднимать выше планку Мне просто Мне просто вот реально Обидно за то, что Такие были возможности Для российского спорта Получить себе Слот А теперь никакого Слота не видать Велдкарщики Проиграли Не будут бороться В полуфинале Не будет у них Переигровки Как у нас все плохо Ну Почему все плохо Отыграли В свое Как у меня говорил Физрук Когда мы собирались Бегать эти Ну знаете Нормативы Там надо было пробежать Три километра Девчонкам Там Два километра Нам Три километра Надо было пробежать И он всегда говорил Что Ну Чтобы получить зачет Надо просто Добежать Эти три километра И всегда говорил Мальчики Типа Ну без мальчики Мужики Пацаны Всегда говорил Бегите просто В свое Эта фраза Мне всегда нравилась Бегите в свое Вот Virtus.pro Сыграли в свое Свой уровень Показали Но к сожалению Пока этого уровня Недостаточно Чтобы быть на Про сцене Ну и еще Мне не понравилось Это вот заявление Которое мы случайно Увидели Я бы его и не увидел И Я уже жалею Что я его увидел Потому что Настроение себе Испортило Когда главный Тренер команды Такую херню Заявляет Это Это ненормальный Поступок Это ненормальный Поступок Вместо того Чтобы сказать Что это его вина Что он не подготовил Достаточно команду Что они постараются Сегодня Оправдать ожидания Братья Такой бред Говорит Я не могу Всего успокоиться Ну на самом деле Просто ничего не происходит А поговорить хочется Вон Идите лучше Забавный момент Посмотрите Кто еще не видел Он реально забавный Там Пентакил делает Маня На На Литсане Или на Джинксе По-моему на Литсане Я сейчас не помню Я точно помню Я на Насусе Просто фармился 2-2 у нас счет Лэнс гейминги Дожидаются просто скейла И им торопиться В этой игре Абсолютно не стоит Потому что На любой Своей торопышке Можно Допрыгаться Расфидить случайно Лебланк Расфидить случайно Физа И не выбраться Уже из этого Дерьма А так Пока Твич фармится У них все хорошо Правда Мидгейм для них Будет очень тяжелый Там и Элиза И Физ И Лебланк И Аша с ультой И Трэш с фонарем И щитком Проблем будет море Я бы Дрейков Всех по КД отдавал Которые тут будут появляться И пытался Вот кстати Обратите внимание Давайте посмотрим Эти команды Не Как бы прошли Тоже из группы Но мы с вами посмотрим Когда Закончится лейнинг фейс Куда пойдут Адекерри Обеих команд Обратим внимание Теоретически Твич должен будет Отправиться на охоту А Аша Должна будет Отправиться на мид И вот мы посмотрим Как поступят Обе эти команды Это я намек делаю Как раз На ту самую Ошибку Которую мы сегодня Видели очень много раз Ссылку Ну скиньте уж Кто-нибудь ссылку Там на Гудгейме Скиньте ссылку На Твиче Ну прогугли Вконтакте Этот Канал Виртус Про Это было Вконтакте Канал Виртус Про Их собственный Я думаю Найти Сможете Справитесь Там ничего сложного Нету И там Среди Последних Постов Было Заявление Главного Тренера Кстати Дрейка Забирает себе Лайн И я сказал Что им надо Отдавать Всех Дрейков Но так получилось Что неудачно Сделали Рекол Исоруса На Боте И минус Два Игрока Зарешало То что Ну Забрали Дрейка Но при этом Потеряет Вышку На Топе Прайд Вместе С Кю Кю Мором Пошли ее Забирать Пытается Лисин здесь Организовать Для Шена Приход Ну хорошее Использование Шена На самом деле Шену все равно На Топе Делать нечего Было Он полетел Сейчас На Бот Лейн Попытались Сделать скил Не получилось Ну зато Задонает Куча фарма Для Аши И я бы на самом деле Даже Вайт Лотосу Здесь просто уходил Пусть Жрал Здесь остается И фармится Лебланк вообще Должна была Сейчас бежать На Топе Если честно А на мид Должны были Смещаться Твич С Наутилосом Но решили Пойти по другому Здесь Лайнсы Остались снизу Ломают просто Вышку Лисин Что-то все пытается Среколиться Просто они сейчас Две вышки потеряют За это Из-за того что Лебланк не пошла На Топ Ой Лебланк Я говорился Карма Конечно же Карма Я имел ввиду Сэя 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 Ребят Я что-то тупанул Ну сплю уже Устал Устал Ссылку Так Ссылка Ааа Она же На Гудгейме Не кидается Это ссылка Ну тогда Я не смогу ее дать Мне в лом Альтабица Кто-нибудь Кто сидит Сейчас на Твиче Скопируйте Эту ссылку И киньте Парню На Гудгейме А то он Не может Манину Пент Увидеть А ты это видел Скорее всего Это же как раз Мы тогда играли Там еще и Бонич был И Ходскер Там был По-моему Если я не ошибаюсь Ты должен был Это видеть Там вообще еще Стрим был Мы на этом На полуармянском Полу грузинском Общались Пародировали Так сказать Эти голоса Потом Когда мы На третью игру Начали с Маней Это делать Уже на третью игру Такие голоса Вы на нас Еще раз Зазлились И сказали Что Ну зрители Гудгеймов Скажут Хватит уже Это делать Пришлось Перестать А ведь Так красиво Шло Мне казалось Что Мы вообще Все делаем Идеально Да Даймонд Мех Никто тебе Не скинут А Я думал Маня Недавно Пенту Зел Не Маня Давно Не играл Уже Я его Приглашал Даже Это Покомментить Но Он Ничего Не ответил Нету Ничего Ой Боже Мой Ладно Чтобы А то Получится Что я Вас Обманул Хотя Может Уже Удалили Это Сообщение Не Смотрите Не Удалили Удалили Сообщение Хотя Это Может Быть Не Страница ВК Может Я Ошибаюсь Остальные Уже Видели Я Думаю Все Хватит С Я Особо Там Не Разбирался Откуда Это Мне Скинул Человек Я Сначала Думал Какие Письки Сиськи Кинули Мне Ну Тут Бывают Такие Люди Которые Заходят Иногда Такой Кидает В личку Проверяю Смотрю Какое Сообщение Логика Фанатов Начинаю Читать Думаю Ладно Какой Тут Парень Высказался Спрашиваю У людей Кто Это Мне Говорят Что Это Их Тренер Ничего Си Такую Ахинею Околесицу Нести Маша Ты Чего Ну Нет Там Не Маша А Олеся Кто Там Это С бидонами Ходил В Рассказе Каком-то С бидонами Был Ладно Пофиг Я Даже Рассказ Не Помню Это Знаете Расскажите Мне То Не Знаю Чего Не Знаю Когда Не Знаю Как Но Обязательно Напомните Мне Об этом Но Здесь Физ Колоссальное Преимущество Имеет Над Шеном На Топе Но Как Видите Команда Lions Gaming Сделала То же Самое Что Я Сказал И И Соросы Сделали То же Самое Что Я Сказал Они Отправили На Мит Трэша Ашо Ашо Кстати Кидает Здесь Ульту В Наутилуса И Сразу На Наутилуса Паша Ульта Шена Его Спасает Вайт Лотоса Пытался Убить Физ Но У него Не Получилось А Физ Как Раз Занимался Охотой Побегал Немножку Но Не Получилось Жирало Хороший Хук Прошел Цепи Его Цепляют Еще Одна Цепь Идет Но Вайт Лотос Не Может Найти Здесь Хороший Момент Для Инициации Хотя У него Ульта Есть Скорее Таташит И Минус Еще Вышка Аша Конечно Тоже Разогрелась Подстреливает Но Это Недостаточно Вышли Вперед Лайонс Гейминг По Золоту Первый раз В этом Матче Напоминаю Что Они Жестко Проигрывали По Фарму На Меде На Топе И В лесу Ну И Как Итог А Че Докерри На Топ Не Пошли Вот Не Знаю Может Они Немножко В мете Разбираются Поэтому И Не Ходят На Топ Причем Я Не Понимаю Это Типа Паранойя Отказывается Ити На Боковую Линию Или Это Типа Привычка Бластинга Он Говорит Я Как Дабл Лифт Буду Здесь Сам Ну Тут Кого Винить Тем Временем У Сей Уже Появилось Два Этема Шикарных Для Кармы Максимальный КДР Уже Скоро Будет И Сейчас Он Должен Собирать Себе Скорее Всего Рободон Чтобы Хоть Как То Еще Добавить Урон Своей Команде Магического И Самое Главное А Кстати Можно Не Рободон Можно Луденсека Тоже Неплохая Будет Идея И Смотрите Сей Не Боится Уйти На Боковую Линию Да Ты Это Уже Писал Я Прочитал Просто Не Не Зачитывал Вслух А Тогда Балт Томпсон Я Это Читал Лотус Цепляется Здесь За ЕМП ЕМП Тратит Прыжки Отскакивает Вниз Аши Здесь Не Была Она Как раз Была На Реколе И Пытался Немножко Пофармиться ЕМП И Может Быть Даже Вышку Побить Но В итоге Твич Из Инвиза Опять Организовал Много Урона Врывчик Цепляется Здесь За Наутилуса Наутилуса Большие Проблемы Но Лотус Делает Врыв И Под Ра-та-та-та-та-та Делает Еще Один Килл Для Своей Команды Пролетает Шен Но На Телепорте Зря Мне кажется Ему Надо Было Просто Ультить Ульта Вроде Была Спасти Наутилуса Таким Образом И Можно Было Тогда Сейчас Опять Минусовать Больше Одного Игрока Но Вроде Б И Сельдуры Не знают Как Справиться С этим Сетапом С таким Сетапом Который Выстроилась Сейчас Команда Лайнс Гейминг Единственное Как можно Бороться Это Устраивать 3-1-1 Пуш И Периодическая Помощь Оказывать Физу Физ Все еще Может Убить Шена То есть Физу Сейчас Надо Искать Шена На карте Постоянно Элис Должна Ему Помогать А они Крутятся Вокруг Кашовской Ульты Которая Как видите Все Пока Разы Попадает Просто В Наутилуса Ну Как мне Сказали Муэ Это И есть Их Тренер Витриф Это Их Тренер Вот Тот Самый Который У них За спиной Сидел Там И Говорил Что Тиморя Вы На мид Брать Не Будете Ну Все же Как бы Я согласен Что Тиморя Здесь Не Обязательно Было Брать Надо Уж Хоть Как То Выступить Хоть Какой То Результат Показать На Что Я Тоже Удивился А Здесь Один Мобец Остался Я Точно Так Ж Удивился Как И Один Кину В Кушку Что За Фигня Где Мопцы Вроде Они Показаны Что Есть На Карте А Их Физ Должен Сейчас Идти Вниз И Лиза Должна Сейчас Организовывать Вместе С Физом Попытку Убить Шена И Если Они Его Сломают Можно Забирать Эту Вышку Снизу Команда Исура Сможет Спокойно Защитить Нашора Если Лайнцы Туда Пойдут А вот Из-за Того Что Физ Просто В соло Идет К Шен Это Не Очень Хотя Здесь Оди Ловят Потом У нас Кокун Элидзе И В итоге На Нашора Смещается Исурос Шен Не Смог Прилететь У него Нет Телепорта У Физа Тоже Нет Телепорта Но Вот Это Хук Ты Уверен Что Хочешь С Наутилусом Организовать Битву Я Не Понимаю Почему Наутилус Не захотел Давать Битву Ну Все Наут делает Врыв Рататашка Начинает Раздамаживать Рататашка Снимает Кучу Флэшей ЕМП Умирает И Можно Переключаться На Следующего Игрока И Вайт Лотос Делает Это Великолепную Гру Продемонстрировал Конечно Лайнс Гейминг В этом Матче Вроде Все Так Просто Сделали Пикнули Себе Адекери Гипер Керри Которые Пикнули Просто Четыре Саппорта И Я вижу Что Уже Нету Шансов У Иссорусов У них Не получилось Сыграть В 3 1 1 На 25 Минуте Физ Ой Физ Извините Твич Уже 4 0 2 Он Сейчас Просто Купит Себе Кстати Что Он Собирается Покупать QSS Хекс Дринкер Аня Смог Все же Прайд Смог Сделать Скилл 1 На Шене А это Не на Шене Это На Лисине А где Шен Был А Шен Вообще Сказали Жирал А потом Ох Оди Извините Они Тоже Вместе Со мной Спят Уже И не Понимают Как Лисин Там Оказался И от Чего Он Умер А вот Жирал Жирал Цепляется За Прайда Прайд Пытается Убежать И Должен Справиться Вот Они Обсуждают Как Это Произошло Неужели Оди Решил Сражаться С Физом У которого Было Фул ХП Игнайт Ботарк И Тринити Форс То есть Это Вообще Смерть Не должна Была Там Происходить От Оди А где Шен Был Давайте Сейчас Посмотрим Что Здесь Произошло Да Шен У нас Ушел На Боковую Линию И Просто Физ Заулынил В него И все Любопытно Но Это Сработало Опа Пока Мы тут Пропускали Просматривали Точнее Повтор Карму Зацепили Опять Через Ульту Аши Ну Хоть Что Иногда Получается У команды Исерос Они Каких-то Игроков Вылавливают Но Вайт Лотос Все Страшнее Страшнее Для них Кюсэс Да Он Взял Че у тебя На фото Делает Чувак С моей 53 Школы Ну Вообще То Я живу Рядом С 53 Школой Учился Всеми С Первой Из 53 Много Людей Знаю Так что Все Очень Просто Че он Делает Возможно Он Мой Друг С Я Дал Поймали Ашой Его Еще Со спины Откуда Ни Возьмись Появились Игроки И Ратата Здесь Твича Никак Не могла Ничего Сделать Прайд Продолжает Пушить Шену Надо Как-то Его Останавливать Зря Мне кажется Шен Нинджи Таби Собирает В этой Игре Он Уже Собрал Уже Ничего Не Отменить Но По факту Вообще Мне кажется Это Зря Сейчас Он Добавляет ХП Что Купить Рандуин Надо Резать Скорость Атаки И Преимущество Конечно Физа Колоссальная По Золоту Посмотрите Единственное Кто С ним Выравнивается В В этой Игре Это Твич Но Твич Справится С ней Посмотрим Сможет Ли Жирал Держать Прайда В одиночестве White Lotus Пошел На охоту Хотел Найти Ашу Но Найти Пока Не Смог Возвращается Назад На фарм И Можно Будет Честного Уходить В Инвиз Кстати У него Уже Кушка Должна Быть Замакшена К этому Моменту Он Сможет Уходить В В Инвиз Каждые 6 Секунд После Как Заканчивается Инвиз Там Такой Тайминг Собирает Он Фроузен Малет После Кю Сс Да Ушел В Инвиз Опять Ищет Ташу Опять Ее Не Находят Ну И Сорос Молодцы Не Подставляются Под Твича Ну Так Да Там Английские Комментаторы Говорят Что И Сорос Тоже Хотят Вроде Как Потянуть Немножко В Лейт Игру Потому Что Будет Всего Одна Проблема Это Аде Урон Твича На Которого Можно Будет Засесть И Всей Командой Его Убить Ну Блин Пробивать Шена Лисина На Утилуса Карму Щитки Лисин Кстати Классно Делает Кик Ставит Варды Чтобы Нельзя Было Нажать На Фонарь Кик Умор Вот это Был Классный Байт Мне Понравилось Вот это Был Классный Байт От Оди Он Поставил Вард На Фонарь Сначала Кик Умор Подпрыгнул После Этого Он Берет И Ставит Вард Через Стеночку И знает Что туда Сейчас Будет Перепрыгивать И Лиза Тут же Дает В нее Кушку У нас Тут Кстати На Нашера Пошла Команда Лайнс Гейм Уайт Лотус Здесь Ловят Пытается Его Бить Вайт Лотус Рататашит Очень Много Урона По Оппоненту Попадает В цепь Но Щитки Кармы Его Спасают 6-9 Вообще По-моему Не теряет ХП Команда Лайнс Гейминг Нашера Продолжает Делать Флэш Таунд Цепляют Кандлеса Но У него Был Кюсс Он Остается В живых Жерала Спасают Ли Нет Его По этому Поварду Но Это Не страшно Давайте Посмотрим Что Сделал Прайд За Все Это Время Прайд Просто Сломал Вышку И Сейчас Еще Забрал Одного Игрока Переключается Он На Сэй У нас Сэй Его Убивает Ингибитор За Одно Плюс Один Игрок Твич Еще Умер Ну 3-3 По киллам На Шор Есть Лайнс Конечно В плюс По Золоту Ушли Но Как они Смогут Сейчас Это Реализовывать Пока Непонятно Хаотичная Битва Кто не Понял Фис Никуда Не Полетел Он Просто Остался Снизу Пушить В то Время Как Шен Конечно Полетел На Своей Ульте Спасать Команду Ну И Сурос И Сейчас Еще Дрейка Урвут Себе Лайнсы Пока Все Еще Не Могут Ничего Начать Плюс Шен По Моему Остался Без Нашора Шен Умер Он Вроде Погиб Тогда Его Поймала Лебланка Добила То есть Без Нашора Он Будет Не Такой Уш И Хороший Ходи Тут Нашел Гигантский Пак Мопцов Организовывает Своей Командой Пуш Но Эта Вышка Упадет И Можно Следующую Вышку Сразу Ввести Мопцы Уже Настаканы Этим Бопользоваться Шен Пока что Но будет Скоро Ульта Пока он Только Через Телепорт Может Прилететь Поэтому Он Отошел Так Далеко Чтобы Ну Не Было Такого Момента Что Ему Просто Собьет Его Ну Как Могу Получил Урона Кайнлесс В него Просто Влетела Кармина Кушка И Поллица Отлетела Ловит Здесь Гентикса Но Это Ерунда Где У нас Твич Твич Выбирает Из Инвиза Хороший Момент Чтоб Влететь Команду Оппонентов Но Пока Этого Всего Нет Тут Прайд Игнорирует Джерала Пытается Убить Вышку Но Джерала Отпушил Мопцов И Сейчас Мопцы Так как Не будет Прайда Начнет Бить Вышка И Вышка Получила Армор Лишний Но Прайду Все равно На Пофиг Ее Сбивается С Скоростью Атаки И Убегает Отсюда От Шена Как можно Дальше Хотя Его Идут Уже Перехватывать Четыре Игрока Оди Рядом Оди Получает Ульту Себе Налицо Прыгает Замедляет За этого Шена И Все Фис Убежал Прайд Молодец Фис Я смотрю На этом Чемпионате Что В Группе А Что В Группе Б Большая Проблема Для Некоторых Команд Может быть Это Просто Мета В патче 7.8 Такая Что Физа Можно Гонять Плюсово А может Быть Это Связано С уровнем Просто Команд Что Они Не Могут Ну Никак С Физом Справиться Сами По Себе Поглядим Что Нам Флэш Вульфы Покажут Эти СМ Это Первые Про Команды Которые Мы Увидим Уже Через День Напоминаю Что Завтра У нас Перерыв Завтра Наверное Просто Сулаку Погоняем Вечером А Само Расписание Еще Они Не Написали Вроде Бы Даже Во сколько Будет Первая Гра Наверное Опять В 9 И Бест Оф 5 В 9 И Бест Оф 5 Это Будет Среду Ребят Вайт Лотус О Кстати Он Сейчас Может Твича Поймает Нет Отпускает Его Инфинит Эйдж Должен Сейчас Вайт Лотус Собирать Кюэсэс До конца Доделывать Не стал Лишний Ластил Айтем Ему Не Нужен Быстрее Сделал Фроузен Малет Сейчас Добирать Должен Себе Инфин Как я Уже Сказал И Потом Разберемся Физ Большая Проблема И в Солоку Это Единственный Герой Которого Ябаню Просто Бесит Но Физ Да Неприятный Чемпион Много Вообще Есть Неприятных Чемпионов На каждом Элу Так сказать Они Свои собственные Появляются И ты Их Начинаешь Просто Банить По Очереди Четвертого Числа Тоже Будешь Стремить Ну Смотри У нас Получается Второго Числа Отдых Третьего Четвертого Игры Пятого Тоже Игры Потом По моему Отдых Седьмого Восьмого Игры Так что Да Все Это Мы будем Поддерживать Канал Тогда Мы Будем С большим Энтузиазмом Это Стримить В первые Дни Тут Поддержали Канал Пока Мы На этом Энтузиазме Держимся Так что Дерзайте Сегодня Было Много Народу На Виртуз Про Было Почти 500 Человек Сумарно Сумарно Не Отвечить Чисто Сумарно Ну Я Прекрасно Понимаю Что У нас Миллиард Конкурентов Так что Не Просто День города Ну Там Разберемся Хороший Кик От лисей Но Он Поймал Трэша Прыгнул Сделал Удар Ноги Впихнул Его В свою Команду И Зацепил Кандласа Здесь Ловят И К сожалению Твич До тут Добраться Не смог Твич Застрял Там Немножко На мопсах Вот только Сейчас Твич Продвигается Рататашка Устраивает Его пытается Убить Но карма Его прикрывает И Твич Добирается До своих Жертв По другому Этих ребят Я назвать Не могу Даблкил Для Твича Ну и скорее всего Еще и От Кью Кью Мора Убьет он Ждет он Пока Кью Кью Мор Вылезет Из Гардиан Энджела Забирает Что там с Физом Физ у нас Шена Запушил Но Выиграть Ничего не смог Просто убил Энгибитор Вообще Это можно попытаться И закончить игру У Шена Есть возможность Гоняться за Физом И не бояться Что Физ его убьет Хук здесь попадает В воде Но это ерунда Это кстати вообще Могло быть Минус Нюби Если бы Сея дал Сейчас по нему Даблью Сея почему-то Категорически Не хочет давать Даблью Минус Нюби Должен быть Прилетает сюда Прайд Сразу же пошла Даблью Отфлешивается Нюби Прайда пихает ногой И пытается Закончить Лайнс Геймы Да у них Это получается Поздравляем их С не самым лучшим Конечно Результатом Им хотелось бы Вьетнамцам Дать бой Но что поделать Да спасибо Что пользуетесь Стримом компании УАО УАО Лайнс Геймы Заканчивает победы Почему они не могли Ее проигрывать Не должны были Хотя сыграли В интересный сетап Он мог не сработать Но немножко Не хватило Их соперником Продолжение следует Продолжение следует...